всем привет я рада вас видеть на канале вяжем спицами и сегодня я приглашаю вас на мастер класс по вязанию вот такого вот красивого узора смотрите как здорово смотрится такой вот рельефно-орановый узор чудесно выглядит вообще это его изнаночная сторона и лицевая узор будет сложнова для новичков потому что здесь много идет вот смещение петель при желании можно разобраться и связать для тех кто уже вяжет я думаю что не составит труда связать этот узор получается такие вот ромбики очень красиво смотрится подойдет узор для чего подойдет узор для свитеров пуловеров для кардиганов для снудов может быть шапочку можно будет связать таким узором вот но это уже ваша фантазия и если у вас есть желание связать такой узор то давайте приступим к вязанию вязать мы будем вот по такой схеме не пугайтесь сейчас объясню расскажу так раппорт узора состоит из 14 петель и по одной петле дополнительно по краям идет то есть 14 петель раппорт и по одной петле дополнительной по краям идет после кромочной и перед кромочной дальше высоту раппорт состоит из 20 рядов и вязать мы начнем с 0 ряда то есть этот ряд у нас будет изнаночной потому что здесь нужно будет ну как разметить да где у нас лицевые где изнаночные петли и дальше продолжим уже как бы по порядку с первого ряда так вот такая палочка обозначает лицевую петлю черточка обозначает изнаночную петлю вся сложность узора заключается в том что здесь идет смещение петель вправо и влево идет смещение двух петель и трех петель вот когда одна петля когда две петли смещается вот одна палочка идет вот такая вот под наклоном и вторая идет ну вот маленько вот такая то здесь идет одна лицевая и 1 изнаночная петля вот и три петли тоже здесь вот идет 2 лицевых и 1 изнаночная петля но сейчас в процессе вязания вы посмотрите и уже поймете ну как я уже сказала что для новичков узор будет немножко сложноватый вот схема будет у меня выложила на сайте так что можете ее посмотреть так и еще у нас вот начинаем из 0 ряда да и вот 10 ряд у нас тоже нужно будет провязать немножко по-другому не так как эти то все все остальные ряды по изнаночной стороне четные ряды вяжутся по рисунку кроме вот на левого и десятого ряда то есть они вяжутся немножко по-другому вот ну что приступаем к вязанию так схема я оставлю себе вот так чтобы мне ее видно было и вот так буду я ее прикрывать вверх чтобы не сбиваться так я продолжу вязать свой узор вы начнете уже с первого ряда свой итак вяжем 0 ряд так у меня для образца набрано 32 петли то есть два раппорта здесь как я уже сказала по 14 петель раппорт и по одной петли дополнительной по краям чтобы как бы узор не перемыкал вот прямо кромки поэтому вот одна дополнительная петля взята чтобы он красиво смотрелся чтобы он не сливался с кромочной поэтому вот по одной петли идет дополнительно она по лицевой стороне она вяжется изнаночной петлей а по изнаночной стороне она вяжется лицевой петлю так вяжем 0 ряд кромочная схеме уз указано обозначение как для лицевого ряда то есть мы вяжем наоборот где черточка вяжем лицевой где палочка вяжем изнаночной так кромочная 1 лицевая 1 изнаночная 2 лицевых 2 изнаночных 4 лицевых 2 изнаночных 2 изнаночных 2 лицевых 2 изнаночных 2 изнаночных 2 лицевых 1 изнаночных 2 лицевых 1 изнаночная 1 изнаночная 1 лицевая и кромочная так провязали 0 ряд поворачиваем и вяжем первый ряд так кромочная 1 изнаночная следующие две петли со смещением влево первую петлю оставляем перед работой вторую за работой перекрестили и провязали изнаночная лицевая дальше изнаночная следующие 3 петли с наклоном влево 2 первых оставляем перед работой и 1 за работой поменяли их местами и провязываем изнаночная и 2 лицевых 2 изнаночных следующие 3 петли с наклоном вправо одно оставляем за работой 1 оставляем за работой 2 перед работой перекрестили их провязываем 2 лицевых 1 изнаночная дальше 1 изнаночная следующие 2 с наклоном вправо 1 оставляем за работой 2 перед работой провязываем лицевая изнаночная изнаночная следующие 2 с наклоном вправо 1 перед работой 2 за работой поменяли изнаночная лицевая следующая изнаночная 3 петли с наклоном вправо 2 перед работой 1 за работой провязываем изнаночная и 2 лицевых и 2 лицевых и 2 лицевых следующие 2 изнаночных и 3 петли вправо 1 за работой и 2 перед работой провязываем лицевая изнаночная и 2 петли вправо 1 за работой 2 перед работой провязываем лицевая изнаночная и в конце ряда изнаночная и кромочная так первый ряд провязали следующий ряд все ряды по изнаночной стороне четные вяжем по рисунку так вяжем третий ряд кромочная 2 изнаночных так 2 петли с наклоном влево первую оставляем перед работой вторую за работой провязываем изнаночная лицевая изнаночная следующие 3 с наклоном вправо 2 оставляем перед работой одну за работой провязываем изнаночная изнаночная 2 лицевых так следующие 3 с наклоном вправо 1 за работой и 2 перед работой провязываем 2 лицевые 1 изнаночная изнаночная 2 с наклоном вправо 1 за работой 2 перед работой провязываем лицевая изнаночная 2 изнаночных и 2 петли с наклоном влево первую перед работой вторую за работой провязываем изнаночная лицевая 1 изнаночная следующие три с наклоном влево 2 оставляем перед работой одну за работой провязываем изнаночная 2 лицевых следующие три вправо наклон 1 снимаем за работу 2 перед работой провязываем 2 лицевых изнаночная 1 изнаночная и 2 с наклоном вправо снимаем 1 оставляем за работой 2 перед работой провязываем лицевая изнаночная и в конце ряда 2 изнаночных и кромочная провязали третий ряд пятый ряд кромочная 3 изнаночных 2 петли с наклоном влево первую оставляем перед работой вторую за работой провязываем изнаночная лицевая следующие 3 петли с наклоном вправо первую оставляем за работой и 2 перед работой провязываем изнаночная и 2 лицевых провязываем 2 лицевых 1 изнаночная следующие 3 с наклоном влево 2 петли перед работой и 1 за работой провязываем изнаночная и 2 лицевых следующие 2 с наклоном вправо 1 за работой 2 перед работой провязываем лицевая изнаночная 4 изнаночных 2 петли с наклоном вправо 2 петли с наклоном влево 1 перед работой и 2 за работой провязываем изнаночная лицевая следующие 3 вправо 1 за работой 1 за работой и 2 перед работой провязываем 2 лицевые 1 изнаночная следующие 3 с наклоном влево 2 перед работой 2 перед работой и 1 за работой изнаночная и 2 лицевых так и последние 2 петли вправо 1 за работой и 2 перед работой провязываем лицевая изнаночная и в конце 4 ряда 3 изнаночных и кромочная так вот такая красота получается так вяжем дальше 7 ряд кромочная 4 изнаночных 3 петли с наклоном вправо 1 за работой и 2 перед работой провязываем 2 лицевые 1 изнаночная следующие 2 изнаночная и 3 петли с наклоном влево 2 оставляем перед работой и 1 за работой провязываем 2 изнаночная и 2 лицевых так следующие 6 петель изнаночных 3 петли с наклоном вправо 1 за работой и 2 перед работой и 2 перед работой и 2 перед работой провязали 2 лицевых 1 изнаночная следующие 2 изнаночных и 3 петли с наклоном вправо 2 перед работой и 1 за работой провязываем изнаночная и 2 лицевых и в конце ряда 4 изнаночных и кромочная вяжем 9 ряд кромочная 3 изнаночных 3 петли с наклоном вправо 1 за работой и 2 и 2 перед работой и 2 перед работой провязываем 2 лицевых и 1 изнаночная и 1 изнаночная 4 изнаночных изнаночных 3 петли с наклоном вправо 2 перед работой 1 за работой провязываем 1 изнаночная и 2 лицевых 4 изнаночных 4 изнаночных 3 петли с наклоном вправо 1 за работой и 2 перед работой провязываем 2 лицевые 1 изнаночная в конце ряда 3 изнаночная и 3 изнаночная и 3 петли с наклоном вправо 2 перед работой и 1 за работой и привязали 1 изнаночная 2 лицевых в конце ряда 3 изнаночных и кромочная так следующий десятый ряд поворачиваем это у нас будет изнаночный ряд здесь будет небольшое изменение то есть вяжем не по рисунку его так по схеме вяжем его слева направо кромочная 3 лицевых 2 изнаночных 2 лицевых 2 изнаночных 2 лицевых 2 изнаночных 4 лицевых 2 изнаночных 2 лицевых 2 изнаночных 2 лицевых 2 изнаночных и в конце ряда 3 лицевых и кромочная так провязали 10 ряд вяжем 11 ряд здесь тоже у нас будет вот этот элемент добавляться кромочная 2 изнаночных 3 петли с наклоном вправо 1 за работой и 2 петли перед работой провязываем 2 лицевые 1 изнаночная следующая изнаночная 2 петли с наклоном вправо 1 за работой 2 перед работой провязываем лицевая изнаночная и 2 петли с наклоном влево 1 перед работой 2 за работой провязываем изнаночная 2 петли с наклоном влево 2 перед работой 1 за работой провязываем изнаночная 2 лицевых 2 изнаночных 3 петли с наклоном вправо 1 за работой и 2 петли перед работой провязываем 2 лицевые 1 изнаночная 1 изнаночная 1 изнаночная 2 петли с наклоном вправо 1 за работой 2 перед работой провязываем лицевая изнаночная 2 петли с наклоном влево 1 перед работой 2 за работой 2 петли с наклоном вправо 1 изнаночная 2 петли с наклоном вправо 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 2 петли с нак Так, что-то зацепилось. Так, провязываем изнаночная. Две лицевых. И в конце ряда две изнаночных и кромочная. Так, ну следующий ряд вяжем по рисунку. Тринадцатый ряд. Кромочная, одна изнаночная. Три петли с наклоном вправо. Одна за работой, две перед работой. Провязываем лицевая. Две лицевых. Одна изнаночная. Следующая изнаночная. Две петли с наклоном вправо. Одна за работой, вторая перед работой. Провязываем лицевая, изнаночная. Две изнаночных. Две петли с наклоном влево. Провязываем лицевые. Первая перед работой. Так, вторая за работой. Привязываем изнаночная, лицевая. Дальше изнаночная. Три петли с наклоном влево. Две перед работой. И одна за работой. Изнаночная. Две лицевых. Следующие три с наклоном вправо. Одна за работой. И две перед работой. Две лицевые. Одна изнаночная. Следующая изнаночная. Две петли с наклоном вправо. Одна за работой. Вторая перед работой. Провязываем лицевая. Изнаночная. Следующие две изнаночных. И две петли с наклоном влево. Первая перед работой. Вторая за работой. Провязываем изнаночная. Лицевая. Следующая изнаночная. Три петли с наклоном влево. Две перед работой. И одна за работой. Провязываем изнаночная. Две лицевых. И в конце ряда изнаночная. И кромочная. Осталось немножко. Пятнадцатый ряд. Кромочная. Одна изнаночная. Следующие три петли с наклоном влево. Две оставляем перед работой. Одна за работой. Провязываем изнаночная. Провязываем изнаночная. Следующие четыре петли изнаночных. Две петли с наклоном влево. Первая перед работой. Вторая за работой. Провязываем изнаночная. Лицевая. Следующие три с наклоном вправо. Одна за работой. И две перед работой. Провязываем две лицевых. Одна изнаночная. Следующие три с наклоном влево. Две перед работой петли. Одна за работой. Провязываем изнаночная. Две лицевые. Следующие две с наклоном вправо. Одна за работой. Вторая перед работой. Провязываем лицевая. И изнаночная. Следующие четыре изнаночных. Две петли с наклоном влево. Первая перед работой. Вторая за работой. Провязываем изнаночная. Провязываем изнаночная. Лицевая. Три петли с наклоном вправо. Одна за работой. И две петли перед работой. Провязываем две лицевых. Одна изнаночная. И в конце ряда изнаночная. И кромочная. Семнадцатый ряд. Кромочная. Две изнаночных. Три петли с наклоном влево. Две перед работой. Одна за работой. Провязываем изнаночная. Две лицевые. Следующие шесть петель изнаночные. Следующие шесть петель изнаночные. Три петли с наклоном вправо. Одна за работой. И две перед работой. Провязываем две лицевых. Одна изнаночная. Следующие две петли изнаночных. И три петли с наклоном влево. Две перед работой. И одна петля за работой. Провязываем изнаночная. И две лицевых. Следующие шесть петель изнаночных. Три петли с наклоном вправо. Одна за работой. И две петли перед работой. Провязываем. Две лицевых. Одна изнаночная. И в конце ряда. Две изнаночных. И кромочная. И последний ряд. Девятнадцатый. Последний ряд раппорта. Кромочная. Три изнаночных. Три петли с наклоном влево. Две петли перед работой. Одна за работой. Провязываем изнаночная. Две лицевых. Следующие четыре изнаночных. Три петли с наклоном вправо. Одна за работой петля. И две перед работой. Провязываем. Две лицевых. Одна изнаночная. Следующие четыре изнаночных. Три петли с наклоном влево. Две петли перед работой. Одна за работой. Провязываем изнаночная. Две лицевых. Четыре петли изнаночных. Три петли с наклоном вправо. Одна петля за работой. И две перед работой. Провязываем. Две лицевые. Одна изнаночная. И в конце ряда. Три петли изнаночных. И кромочная. Так. Провязали. Следующий ряд вяжем. Обратный по рисунку. И получается вот такой вот красивый узор. Вот такой вот он красивый. Если маленько его разутюжить, то будет вообще великолепно смотреться. Вот такой рельефный или орановый. Скорее всего орановый, да? Потому что идет смещение петель. Маленько вас помучило. Но согласитесь, что узор стоит этого. Кому понравился, ставим класс. Не забываем подписываться на канал. Всем пока. И до встречи в новых видео.